Вот такие друзья есть у нас в Академии Снежных Чудес. Этих друзей сделали мы вместе с академиками в своей лаборатории волшебства. Вот уже всем полюбившиеся вот такие снеговички, красавцы, выросли и стоят у нас здесь на столе. Но с ними есть еще один наш новый друг. В этом году мы придумали вместе с ребятами, со взрослыми, и вместе с всем академикой снегурочкой, и делаем вот такого сказочного пятачка-снеговичка, вот такой символ года, замечательный друг у нас получился. И поэтому приходите и приглашаем всех-всех-всех, и вы, баба Таня, обязательно к нам тоже приходите делать пятачка-снеговичка. Буду учиться обязательно, а как же? Иначе-то как, иначе никак. А я сейчас его крупным планом сниму. Весточка, можно? Я немножечко приближусь сюда, поближе, и снимаю всех-всех ваших героев. И вот этого замечательного пятачка. Вот он какой чистенький, нежненький, вкусненький, замечательный просто. И билет на мастер-класс стоит всего 200 рублей. Так что, дорогие мои, приезжайте на экскурсию, здесь очень интересно и волшебно. В лаборатории волшебства? В лаборатории, конечно, в лаборатории волшебства, а как иначе-то? Да. 11 августа у нас в этом году был День города, города Кострома. И вот это сердце мы сделали специально вместе с академиками на День города, потому что тема была Кострома – город открытых сердец. Вот это было центральное сердце нашествия, которым мы шли по центральной улице города. Такое красивое оно, замечательное. И все, кстати, оно полюбилось костромичам, все рвались прямо целую очередь, стояло, чтобы возле него сфотографироваться. Я бы тоже сама сфотографировалась, но попозже. Конечно, фотографируйтесь обязательно. Да, на память обязательно, обязательно. Очень красивый уголочек. А сейчас я думаю, что здесь находится очень много красивых шаров. И мы с вами, или я одна, их зафиксируем на свою камеру. Можно так сделать? Наверное, можно, конечно. Все, тогда я пошла фиксировать. Эти участники конкурса, да. Какая интересная группа. Весночка, а здесь кто принимал участие? Школы, детские садики? Здесь есть школы. Вот я не знаю, какая здесь возрастная. 8 лет. Ух ты, 8 лет, деточки. Те, кому по 8 лет. Это второй класс, второй, третий класс. Какие молодцы. Использовали они, они использовали, посмотрите, шишечки использовали. Это, кстати, категория 7-12 лет. Вот какая интересная категория. Да, вот они что только не используют. И шишечки, и ниточки, и ракушки, посмотрите, есть. И материалы, и газеты, я вижу, вот используют. И нитки, и папье-маше. И вот прямо сшивают своими руками. А вы посмотрите, какой забавный поросеночки-то какие. Посмотрите, какие они. Ой, ой, ой. Поросята, это ведь все полгода. Да, это не только шарики, но поросеночек в виде шарика. Здорово, прямо просто замечательно. А есть даже те, которые сварены, представляете? Как сварены? Как это сварены? С сваркой, настоящей сваркой. Вот такой вот шарик. Вот это, а это уже, наверное, взрослый человек делал. А ему напишено, что это Артем Айкин. Ну, хорошо, Артем трудился, но ему немножко, может быть, кто-то помогал. Ну, Артемка, ты молодец. Может быть, у них хороший трудовик, и они на уроках труда к этому учатся. Да. А, ой, ребята, как интересно, как все здорово. Какие эти бумажные. Очень много в этом году вот таких сказочных шаров, которых есть именно внутри какая-то необычная сказка. Ох ты, какая красота. Весточка, ну, какая-то умничка. Все рассказала, никаких секретов не это, не спрятала, не схоронила. Какие могут быть секреты? Да. От чудес вот таких, от новогодних, от поделок. Очень все красиво, замечательно. Ну, что ж, спасибо за то, что вы мне показали. Ведь сюда вход-то, всем остальным-то... Вот этого необычного шарика тоже нет. Ну, что ж, мои хорошие. Вот, посмотрите, вот такие красивые. Посмотрите-ка, какие, просто какая красота. Я вот немножечко приближу. Вот такие работы делали ребятишки и целые коллективы. Вот, посмотрите, как здорово. Это просто покажу. Они все разложены по местам все. Посмотрите, какая красоте. Опа, вот этот шарик. Этот шарик сделали. Сейчас посмотрим, кто. Иванов Андрей Максимович. Красный шар, 5 килограмм. Детский садик. Вот этот шарик. Вы посмотрите-ка, какая красотень-то. Просто вообще невероятно все. Вот такие, смотрите, какие рукодельницы ребята из Костромы. Ребята, коллективы костромские. Вы посмотрите, как здорово сделано. Какая красота. Вот где полет фантазии-то был, да? А вот это вот рукодельницы делали. Смотрите, что же, какая красота. Ой, просто обзавидуешься. Просто обзавидуешься. На чего же они хороши? На чего же хороши? А что же означает 18 плюс? 18 плюс – это означает возрастная категория от 18 лет. Ого! Это получается, что у нас любят лепить, творить и баловать. Взрослые и дети. Баловать деток. Не только сами деточки, но и родители. 18 плюс – это значит, что у нас были поделки сделаны руками взрослых. Конечно. Замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в Костромске приехала. А это откуда приехал? Это тоже костромские ребята. Вы посмотрите, ребята. Это что-то с чем-то. Так, только я сейчас вот его вот так немножечко сниму. Да, это детский юношеский центр «Арс». Вот он такой сплел. Смотрите, какая красота. Какая девочка Алина делала. Ей 12 лет. Ой, какая девочка изумительная искусница. Как она креативно подошла к образу шара. Да. Шар. Снеговик. Да. Это вообще что-то. Ну, давайте вот с этой стороны попробуем. Я не рискну его. Не надо ничего не будем делать. Наверное, он очень тяжелый. Да. И вот так вот мы его сверху вниз. Вот так, чтобы вы все видели, сколько же здесь было работы. Какие же активные все-таки костромичи. Прямо, прям восхищаюсь вами. Ребята, вы такие молодцы. Красота. Это наши костромские рукодельники. Да, 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 да. Да, молодцы.